Как зима, так жалобы на перебои в электроснабжении. Иркутский район чаще всех сталкивается с этой проблемой. Особенно в крепкий мороз, когда потребление возрастает, сети просто не выдерживают нагрузки. И у всего этого есть предыстория. С 14-го года, когда вы даёте разрешение на строительство, вы должны людям объяснять, что дороги здесь нет, возможности электричества нет, что ещё у нас, детских садов нет, поликлиник нет, спортивных сооружений нет, общественных пространств нет. Сети не приспособлены для большого потребления. Почти 10 лет назад, когда выдавали разрешение на строительство, что в Урике, что в Хомутово, что в Грановщине, подразумевали больше дачные и садоводческие участки, а не жилой сектор. С годами муниципалитеты разрослись, а генплан остался неизменный, как и, собственно, все нормы для ДНТ и СНТ. Но люди живут, и им нужны комфортные условия. На 100 квадратных метров жилого дома во всех генпланах, ну это в принципе и норма, да было заложено 2 калат. Росло не только население, появлялись и коммерческие потребители. А с эпохой лёгких денег обжили район и так называемые серые майнеры. На выездном совещании глава региона Игорь Кобзев поставил задачу перед Кабмином и муниципалитетами проработать вопросы территориального планирования. Принятые решения обсудить с энергетиками. Они же, в свою очередь, должны сформировать техническую политику в отношении потребителей, заключивших договоры. Глава поселения, глава района определяет социально-экономическое развитие этой территории с учётом будущего жилищного строительства, строительства социально значимых объектов, где мы должны понимать, какая потребность мощностей необходима для этой территории. И подписываем сразу соглашение в апреле месяце между правительством Иркутской области, муниципальным образованием и поселениями о том, что, по крайней мере, сейчас идут обсуждения, передать на уровень муниципалитета второго уровня всё, что касается градостроительной деятельности, а дальше это идти цивилизованно. Важно уйти от этой схемы хаотичной застройки и обустраивать территории в соответствии с разработанным генпланом. В ближайшее время правительство определит объём средств на модернизирование системы электроснабжения. Мадина Халикова, Новости сейчас.